Всем здарова, товарищи пилоты, а также танкисты, с вами снова Хантрес. Тема сегодняшнего вида, как обычно, War Thunder. Героем нашего игрока станет сегодня просто превосходный советский бомбардировщик боевого рейтинга 5.7. Значит, как вы могли уже понять из названия, речь у нас сегодня пройдет про вторую тушку с индексом С. Эта машина реально может просто вбамбливать в каменный век просто, понимаете, всю вражескую наземку в совместных боях. Значит, здесь в этом ролике будет все, как вы любите. Штурмовка оликобронированной техники со шваков, соответственно, 4 из 4 FAT 500, то есть 4 сброса, 4 фрага наземных. Поэтому не забудьте, пожалуйста, автора этого ролика поддержать вашим царским лайком, желательно каким-нибудь адекватным и вменяемым комментариям по поводу советской штурмовки в нашей замечтательной игре. Но мы вернемся, как говорится, к нашим тушкам. Значит, первое, с чего хочется начать данный ролик, это то, что на протяжении большинства хрометража этого видео, соответственно, вы будете наблюдать, что я буду бомбить всякие там леопарды, F40 МТЦ, какие-нибудь КПЗшки и так далее и тому подобное. Не делайте так. Я это делаю, потому что просто, ну, от безысходности, понимаете, мне нужно чем-то прокачивать его 28Ш, я его до сих пор не имею, соответственно, вторая тушка, ну, мне, в общем-то, как-то в этом способствует. Однако здесь, соответственно, будут всякие там РЛСные зенитки, про которые расскажу немножечко позже, и это все очень сильно омрачает, в общем-то, штурмовку на данной машине. Если вы будете использовать его, вот как вот в этом бою, соответственно, на свой БР, то ничего сложного для штурмовки у вас, в общем-то, не предвидится, там никаких РЛСных зубастых поевших зениток не будет, и, собственно, вы будете просто пылесосить наземные фраги. Ничего сложного в этом нету, как я сказал, у вас есть 4 замечательные бомбы FAT-500, сбрасываются они в каждое по отдельности, соответственно, первая отделяется слева от фюзеляжа, вторая правая, и две у вас, собственно, расположены просто-напросто в бомболюке. С ними есть небольшой нюанс, они сбрасываются как бы немножечко по другой траектории, она отличается, плюс ко всему там есть какая-то 3-секундная задержка. Ко всему, ребята, можно привыкнуть, ничего сложного, как я сказал, там нету, буквально пара там каких-то там боев в тесте, возможно, в полигоне, ну или, соответственно, можете даже обучаться этому в процессе просто штурмовки в совместных боях, и, собственно, как я сказал, ко всему этому вы быстро привыкнете, и будете к власть 4.4. Правда, при условии, конечно, вам никто особо мешать не будет. Значит, что касается, ребята, курсового вооружения, здесь все не так однозначно, как, соответственно, с бомбовыми подвесами, потому что подвес, как я сказал, здесь просто вах-вах какие классные, а вот штурмовка со шваков, ну, конечно, тоже имеет место быть. Здесь на бронебойной ленте 27 мм пробития. К слову, в принципе, есть здесь по лесу всякие там легкобронированные ОБЛки, иногда подворачивались какие-нибудь не особо там соображающие зенитки, ну и, в принципе, по летунчусам, в принципе, всяким, там, знаете, не особо какими-то сообразительным. И получалось там пострелять, что-то какие-то фраги, да, я ассисты подворачиваю, что, в принципе, достаточно неплохо. К слову, кстати, стоит еще, ребята, отдать должное, что в совместных боях эту машину мне было очень легко выкачивать, то есть я ее выкачивал просто-напросто здесь с нуля. Я играю только в совместный РБ, и, в общем-то, некоторые машины очень сложно выкачиваются, а эта машина выкачивается очень просто, потому что сразу есть два сброса ФА-500, это два гарантированных надземных фрага, что, опять же, очень сильно приятно. Что касается ЛТХ данного самолета, я не могу сказать, что они здесь, опять же, какие-то выдающиеся, потому что если сравнить даже с некоторыми, ну, правда, забабловыми, конечно, бомбардировщиками типа Юнкерса 288-го, то он, конечно, ему уступает. То есть там даже БР-5.3, здесь 5.7, ну, летает он, скажем так, все-таки помедленнее, не такой динамичный, в общем, как-то так. Здесь у Земли 520 без подвесов, с подвесами что-то порядка 460. Кстати, слово очень важный момент, у меня здесь стоят взрыватели на одну секунду, и, собственно, вот вам результат. Бывают такие моменты, что по своей неосторожности, собственно, вы можете поджечь свой собственный пердак в прямом и переномственном смысле этого слова, и, соответственно, потом вы можете просто-напросто не потушиться и отъехать в ангар. Я вам рекомендую ставить все-таки, ну, особенно если вы неопытный пилот, ну, скажем так, хотя бы полторы секунды, возможно, даже две, все равно сплэш достаточно большой. Соу, кстати, он даже достаточно большой для того, чтобы, ну, вот так вот, как сейчас на ваших экранах, взрывать вражеские самолеты, понимаете? То есть я, сам того даже не подозревая, просто уничтожил и АОБЛ, и Швальбу, которые меня преследовали, это, конечно, очень сильно приятно. Поэтому, собственно, учтите, что расцвет осколков на этой бомбе очень-очень высокий, и вы можете просто-напросто уничтожить или очень сильно повредить свою собственную машину. Что касается, ребята, БР-чика повыше для штурмовки, вы, собственно, видите то, что сейчас произойдет на ваших экранах. Соответственно, я убил вражеский леопард. На биженка я, естественно, возьмет сейчас гепардика с РЛСом, и, соответственно, вся моя штурмовка закончится тем, что я успею сделать только два наземных фрага. Сейчас я забомблю тут еще ПТ-шку. Соответственно, против РЛСов бомберов не тянет, в общем-то, никак вообще, потому что огромный просто кусок сарая. Соответственно, там у РЛС, как вы понимаете, одной кнопкой он захватывает цель, соответственно, второй кнопкой он вас поражает, и вы фактически никак не можете с этим бороться. К слову, даже, в принципе, если бы у меня был здесь какой-нибудь ИЛ-28 простой с таким же подвесами, да, вряд ли бы тоже успел бы как-то от него сывыгиться, потому что цель немногим, на самом деле, быстрее, и такая же огромная. К слову, ребята, по выживаемости. В принципе, она здесь, знаете, как в мультике про Винни-Пуха, всякая вещь либо есть, либо нет, и вот здесь оно как-то так. То есть, с одной стороны, вроде бы, бобер достаточно живучий, и может принимать и впитывать в себя достаточно большое количество пулик, правда, при условии, что у вас не стреляют только из коваревосной зенитки с 30-х, и, в принципе, какие-нибудь немецкие МГшки 151-ые на Мэнди Шоу, потому что тот вид боеприпасов просто разлетается, шатушка, я не знаю, на куски, и, в принципе, там вообще любые самолеты буквально, там, с одной из двух пупы просто разлетаются, и, в общем-то, с этим ничего не поделать. То есть, если у вас стоят какие-то другие пушки, то, в принципе, самолет достаточно живучий. Единственное, что это самая легковоспламеняемая вообще машина, на которой я, наверное, летал. Ну, или, по крайней мере, одна из самых легковоспламеняемых. То есть, любые там черки каких-то бронебойных или зажигательных пулик по вашим крыльям, там куча баков, и, соответственно, вы загораетесь и далеко не всегда тушитесь. Еще неважный момент, вернее, немаловажный момент. У этого бобра есть три Петровича. Вроде бы казалось, что цифра внушительная, да, три, но, на самом деле, как-то этого крайне недостаточно, ребята. Здесь в пулеметике, там, 12,7. Честно говоря, я не смог ни разу сбить никакой вражеский самолет, и со мной случалось вот такое вот постоянно. То есть, то, что вас захочет сбить, соответственно, оно вас, ребята, гарантированно собьет. С этим, в общем-то, ничего не поделать. Конечно, можете попробовать там дать какие-то криты, но это все бесполезная фигня. Ребят, как я сказал, бомбардировщик замечательный. В общем-то, для штурмовки, если вы будете его брать для совместных боев в свой БР, машина действительно хорошая. Иногда он может даже что-то в БР-очке повыше, однако, там лучше использовать его 28Ш. В общем, пишите, что думаете по поводу советского АТУ-2С. Как я сказал, мне он очень сильно понравился. С вами, как всегда, был, ребята, Хантрес. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok